Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, эффектность и эффективность. И сегодня мы будем разговаривать с вами о первом. Вы уже знаете, что в своих вебинарах я много рассказывала о том, как сделать презентации качественнее, как лучше подать информацию, как лучше расположить ее на слайде, как анимировать и сделать свою работу немножко легче, немножко автоматизированнее. Но сегодня мы будем говорить совершенно о другом. Мы будем говорить как раз о красоте, о эстетике, о интересной и симпатичной подаче. Я надеюсь, что в презентации, которую вы посмотрите и которую вы можете скачать, вы найдете несколько вдохновляющих для себя примеров и оформление ваших собственных презентаций с этого момента станет немножко ярче и немножко выразительнее. Поговорим сегодня по отдельности про иконки, про фотографии и про иллюстрации. Каждый из этих вариантов оформления существует автономно, отдельно от остальных. В одной презентации лучше не смешивать фотографии, иллюстрации, иконки и какие-то сделанные стоковыми профессионалами снимки. Какой-то один вариант оформления мы будем выбирать. Например, иконки лучше всего подходят для тех презентаций, в которых много текста и есть какая-то своя внутренняя навигация. Фотографии сами по себе довольно универсальны, но нужно иметь хорошую их подборку или уметь эффективно пользоваться стоками, чтобы находить те картинки, которые вам нужны. Иллюстрации более универсальны, поэтому я оставлю их напоследок и покажу, что интересного и необычного с ними можно делать, где их можно находить и создавать именно тот стиль оформления, который вам нужен. Итак, мы будем разговаривать о том, как сделать презентацию выразительнее, не отвлекая наших пользователей, наших студентов от сути, от основного ее содержания. Эту презентацию и все ссылки, которые я буду упоминать, вы можете найти в разделе общедоступных материалов. А начнем мы с иконок. Что такое сами по себе иконки? Это служебные картинки, то есть они разрабатывались изначально как служебные элементы, у них есть строго определенные форматы и строго определенные размеры. Как правило, иконки рисуются сразу наборами, нет никакого смысла в отдельном изображении. Нам важен будет весь набор целиком. Их рисуют в разных стилях, в разных цветах, постоянно возникают какие-то новые модные тренды. Сегодня у нас иконки одноцветные, строковые, завтра у нас иконки в плоском стиле, послезавтра с длинными тенями и ограниченной палитрой цветов. То есть здесь есть мода, и нам важна не сколько мода, сколько те наборы иконок, которые успели дизайнеры нарисовать за время действия какого-то тренда. Давайте посмотрим на тот сайт по поиску иконок, которым я пользуюсь чаще всего. Он называется иконархив. У него есть вспышки активности и вспышки, когда он несколько месяцев не обновляется совершенно. Но вот за это время здесь успело скопиться 2458 наборов иконок. Можно посмотреть превью, то есть первые три иконки каждого набора у вас будут показаны. И здесь же будет обозначено не только количество иконок, сколько их в наборе, но и по какой лицензии они доступны. Можно даже отсортировать все наборы иконок, доступные для коммерческого использования. И скажу вам, выбор будет довольно богатым. Итак, сайт называется иконархив. Вот ссылка на него. Она же продублирована в наших общедоступных ресурсах. Скачивать здесь наборы можно иконки либо наборами, либо по отдельности. И представлено несколько разных форматов. То есть для каждого набора иконок есть его описание. Я предпочитаю работать с иллюстрациями, с иконками в формате PNG, то есть с прозрачным слоем. Иконки, служебные картинки, они часто повторяют те символы, те значки программ, те значки инструментов, которые мы видим с вами постоянно. Например, вот эта часть очень большого набора прекрасно подходит для создания уроков по Photoshop, по PowerPoint, потому что здесь вот есть картинки привычных нам символов. Заливка, выделить жирным, обрезать изображение. Все иконки создаются так, чтобы они считывались с первого взгляда и даже в самом маленьком размере, вне зависимости от того, что на них нарисовано. Так, в качестве примера, вот довольно модные иконки, да, они плоские, с длинной тенью, с обводкой. То есть один из таких последних и очень интересных наборов. Посмотрите, здесь собраны картинки на очень разную тему. Что-то из них универсально, например, как значок лупы, которым можно обозначить поиск или научные исследования. Что-то из них привычно используется в веб-сервисах, например, чекпоинт, обозначение места. Какие-то картинки специфичные, например, вот эта вот колба с пузырьками, это не обозначение какой-то программы, это не обозначение какой-то службы и не обозначение какой-то функции. Это такая свободная фантазия автора, который рисовал набор изображений. Точно так же можно сказать вот про эту желтую иконку. Таргет, достижение цели, да, это тоже не значок какой-то конкретной программы. Стараются авторы, когда разрабатывают наборы иконок, обязательно добавлять в них какие-то вот такие вот служебные изображения, например, красная вот эта вот иконка, значок интернета. Или, например, вот этот зеленый рисунок, который обозначает тег, категорию, позволяет сортировать файлы. То есть, как правило, в наборе иконок можно найти как общепринятые изображения, так и фантазийные. Есть целые наборы, созданные вот таким вот образом, что художник придумал, то и он нарисовал. Но и здесь прослеживаются какие-то мотивы, и некоторые иконки можно использовать для понятных нам сервисов. Например, вот эта иконка подойдет для обозначения Инстаграма, вот эта для СМС, для сообщений на смартфоне и так далее. Но, как видите, эти иконки – это просто прямо отдельные картинки, отдельные какие-то мини-сюжеты. Но даже такие подробные рисунки будут прекрасно считываться с большого расстояния. Даже если большая аудитория до экрана, до проектора 2, 3, 4 и более метра, даже в этом случае иконка будет считываться. Это их, в принципе, основная функция – быть понятным для любого человека с любого расстояния. Давайте посмотрим, как иконки можно использовать. Самая главная функция, самая главная возможность, которую нам дают иконки – это удобная навигация. Если в презентации очень много текста, то небольшое количество иконок, которые вы добавляете, позволит разнообразить, не отвлекая внимания от текста. Прошу прощения, какие проблемы со звуком? Пропадает и зависает, да? Так, у меня вроде бы все отключено, и такого пропадания не должно быть. Зависает. Я очень надеюсь, что в записи у нас такого не будет. Но да, иногда бывают небольшие заикания. Сейчас, так, хорошо. Если что-то будет не так, вы мне говорите, и я буду возвращаться к тому моменту, на котором начались у нас технические проблемы. И да, если будут появляться какие-то другие вопросы, тоже задавайте их, пожалуйста, сразу. Вот пример. Слайд презентации, в котором акцент идет на текст, есть очень много текста, и иконки помогают внятно разделить, дают такие небольшие визуальные подсказки, о чем идет сейчас речь. Например, я предположила, что этот текст будет про историю аудиозаписи, про носители аудиозаписи, и подобрала иконку с кассетой, с CD-диском и с флешкой. Я работаю с иконками в формате PNG, но можно скачивать, если автор дает такое разрешение, их в векторном формате. Про векторный формат изображений мы говорили на одном из прошлых вебинаров, что если у вас есть программа, которая работает с вектором, вы можете конвертировать векторный формат в специальный EMF файл для PowerPoint, и тогда эта картинка будет разбираться на части, то есть ее можно будет разгруппировать, разнести, перекрасить какие-то отдельные элементы. Но, как правило, достаточно и PNG формата. В формате с прозрачным фоном. Другой вариант – набор иконок, с которыми я работаю, и презентация, посвященная, предположим, истории искусства. Она будет состоять из пяти разделов. Я беру пять иконок с изображениями условных картин и обесцвечиваю те иконки, которые мне соответствуют разделу. То есть сейчас, предположим, слайд относится ко второму разделу и подсвечена вторая иконка. Инструменты обесцвечивания есть в PowerPoint, то есть вы просто делаете черно-белой или серой картинку. Вот такой вот простой формат и простой способ создать навигацию. Некоторые иконки даются в таком большом формате, что их можно использовать как иллюстрации. Это часть набора иконок. Я скачала ее в размере 512 на 512 пикселей. Это максимальный размер, в котором представлены иконки. 512 на 512. Как видите, на слайде она занимает достаточно много места и может быть использована не только как иконка, то есть не только как служебное изображение, но и как полноценная иллюстрация. С того сайта, который я показала, иконки скачиваются просто так, бесплатно. Но у каждого набора указана лицензия, под которым он может использоваться. Давайте я еще раз вернусь на изображение сайта. Посмотрите, снизу под названием каждого набора иконок показано, например, вот тот, который я выделила, у него привэр. То есть вы можете использовать все иконки в этом наборе без каких-то ограничений. В этом наборе 14 изображений. Например, в наборе с флагами, вот здесь вот ниже, только и только флаги, здесь 347 картинок. Есть наборы иконок, где количество изображений заходит за несколько тысяч, 4 тысячи, 5 тысяч иконок. Это, как правило, полноценные такие служебные паки, например, если вы полностью хотите поменять оформление на своем компьютере. Я просто обожаю эти наборы, хотя иконки довольно простые, просто черно-белые, максимально просто показаны изображения, но там можно найти несколько десятков изображений еды, несколько десятков изображений одежды, несколько десятков изображений достопримечательностей, например, Колизей, Храм Артемиды, и вы можете фактически любую презентацию оформить с использованием этих наборов. Есть наборы изображений художественные, например, посвященные одному фильму, Бойцовский клуб, Игра тронов, то есть набор иконок посвящен строго вот такой одной теме, очень много фэнтезийных, на тему мультфильмов, на тему каких-то книг, и с их помощью можно оформить уже какую-то игровую презентацию, если вы разрабатываете, например, уже игру Powerpoint. Что важно знать про иконки? Важно знать, что наборы иконок плохо сочетаются друг с другом, и когда вы работаете с презентацией, лучше выбирать один и тот же набор. Отсюда выходит общее правило для использования и иконок, и фотографий, и иллюстраций. Это этап оформления. Сначала вы разрабатываете структуру презентации, наполняете ее контентом, текстом, может быть, инфографикой, то есть у вас смысловое содержание, и только затем вы смотрите на всю презентацию целиком и понимаете, как ее нужно украсить, как ее нужно оформить. То есть работа с иконками, с фотографиями, с иллюстрациями – это у нас уже последний этап, когда весь смысл заложен. Вы смотрите и понимаете. Наверное, у меня очень много текста и полноценные иллюстрации не поместятся. Давайте я найду подходящий набор иконок и сделаю удобную навигацию, обозначу какие-то смысловые блоки. Или у меня презентация должна производить такое впечатление, мотивировать, будоражить людей, мне нужны фотографии. Тогда и фотографии вы сможете сразу подбирать одним паком в подходящем стиле. Нет ничего дольше, чем подбирать фотографии по одной. Сделал слайд – подобрал фотографию, сделал слайд – подобрал фотографию. Намного удобнее и рациональнее подбирать как раз их набором. Тогда вы можете их отфортировать по тематике, по одному фотографу, для того, чтобы разные фотографии подходили друг к другу. Ну и раз мы так плавно перешли к фотографиям, давайте условно их разделим на сюжетные, бессюжетные и фоновые. Принципы работы с ними немного отличаются. Так, например, сюжетная фотография имеет свои особенности. Что главное для сюжетной фотографии? Это то, что на ней есть герой, то есть главный какой-то объект, вокруг которого построена фотография. И сюжетная фотография провоцирует на какие-то определенные эмоции. В отличие от нее, бессюжетная фотография тоже может иметь какой-то главный объект, но уже на эмоции провоцировать она не будет. В бессюжетной фотографии – самые главные предметы, из которых собрана композиция. Бессюжетная фотография может быть тоже с людьми, например, толпа людей на фоне белой стены. Это тоже бессюжетная фотография, потому что акцент идет на композицию, на том, как выстроены объекты внутри одного снимка. И, наконец, фоновая фотография может вообще не содержать никаких объектов. Это могут быть лучи света или какой-то равномерный паттерн текстура. Фоновые фотографии, как правило, абстрактны. Когда мы вставляем в нашу презентацию фотографии, мы обязательно смотрим на то, к какому типу она относится. Например, сейчас перед вами несколько сюжетных фотографий. Здесь есть главный персонаж, здесь есть какие-то эмоции. Ну, в данном случае задумчивость, может быть, недоумение от того, что делает здесь вот именно такой персонаж. Как лучше поместить этот снимок? В какой из пяти позиций? Красную, синюю, желтую, зеленую или серую? Как и какое ваше мнение, где этот снимок будет смотреться лучше всего? Там, где находится синий фон, то есть в левом нижнем углу, зеленый, правый нижний угол, синий. А верхние позиции, я так понимаю, вы выбрасываете сразу, потому что это место для заголовков, да, для каких-то текстовых акцентов. Значит, у нас остается синий или зеленый. Давайте разберем фотографию на части и посмотрим, как лучше ее расположить. В первую очередь на такой фотографии мы обращаем внимание. Так, а вот сейчас у меня уже подвисла презентация. В первую очередь мы обращаем внимание на взгляд персонажа. Если у нас есть главный объект, у него обязательно есть линия взгляда. И это то, на что мы смотрим в первую очередь. Если мы расположим фотографию в синем углу, у нас будет смотреть персонаж в угол. А он должен своим взглядом подчеркнуть информацию. То есть в этом случае как раз правый текст сказал, что лучше смотреть в зеленом углу. По крайней мере, взгляд персонажа будет направлен на текст, на что-то более важное. Во-вторых, мы всегда смотрим на обрез. Граница между фотографией и фоном вашего слайда – это очень и очень важно. Поэтому многие авторы презентации, когда берут фотографию, убирают фон, оставляют только сам объект. Для того, чтобы не было как раз этой неприятной границы между фоном и слайдом. Но это сделать не всегда возможно. Ну и, наконец, когда вы берете фотографию, вы не можете ее кадрировать так, чтобы сломалась композиция. Это будет уже совершенно другой снимок, и где гарантия, что мы кадрируем лучше, чем это придумал фотограф. И не можем кадрировать по определенным линиям, например, по локтям, по коленкам. Фотографию можно повернуть, если оно предусмотрено. Если у вас фотография абстрактная, фоновая, то без проблем. Представьте, что вы вот эту фотографию повернули, у вас будет уважаемый чужой смотреть в каком-то совершенно странном, непонятном изображении. Он сидит на краю скамейки, а получится, что он лежит в воздухе, будет немножко странным. Так, как скачивать иконки? Просто щелкать на понравившийся набор, щелкать внутри набора на понравившуюся иконку, правой кнопкой мышки скачать как картинку. То есть они просто как картинку. Да, отразить слева направо – это более простой вариант. Действительно, так сделать можно. Вот у меня высвечивается, что кто-то поднял руку. И я не могу понять, как увидеть, кто, собственно, задает вопрос. Напишите, пожалуйста, в чат. Но, в общем и целом, мы можем вывести насчет фотографии такое правило. Лучше всего в презентации они смотрятся тогда, когда они занимают полностью ширину или высоту экрана. Давайте я докажу, что именно этот вариант будет смотреться в презентации лучше всего. Если мы берем за основу какую-то сюжетную фотографию, то лучше всего в презентации она будет смотреться так, как задумал ее автор. Опять же, мы знаем, что есть лицензии на использование изображений, и, как правило, в этих лицензиях прописано, имеете ли вы право изменять фотографию. А отразить, поменять цвет, обрезать – это все-таки изменение фотографии, и не каждый автор на это пойдет. Поэтому лучше всего фотографию ставить на полный экран. При этом не нарушится композиция, не нарушатся авторские права, и хороший снимок все-таки читатель, наш пользователь, должен иметь возможность рассмотреть какой-то хороший снимок. Если речь идет о фотографии бессюжетной, то вы ее можете легко и спокойно обрезать, например, вот так вот по вертикали или по горизонтали. Посмотрите, в этом случае фотография занимает полностью высоту слайда от края и до края. А вот в этом случае уже по горизонтали – от левого до правого края. При этом она обрезана. Ее можно обрезать и сильнее, но лучше всего будет смотреться, когда она будет занимать полностью одно измерение. При этом даже без сюжетной фотографии нужно посмотреть и подумать, как лучше ее обрезать. Вот, например, фотография со стволом дерева. Как вы считаете, лучше ее обрезать, сделав горизонтальной или сделав ее вертикальной? Ваше мнение? Между прочим, мы с автором фотографии не сошлись по точке зрения. Он считает, что лучше сохранить композицию и обрезать горизонтально. Я считаю, что лучше сохранить направление взгляда и обрезать фотографию вертикально. То есть вот это вот вариант автора фотографии. Горизонтальная обрезка, при этом сохраняется композиция. Мой вариант вертикальная обрезка, при этом сохраняется направление взгляда. А про направление взгляда мы говорили на прошлой презентации, да? Что мы проводим взгляд нашего читателя, нашего студента сверху вниз, привлекая внимание к каким-то объектам. На весь экран и сделать прозрачность – это хороший вариант, если на весь экран и сверху, например, лежит белая подложка для текста. Но это все равно, что обрезать. То есть в любом случае все равно нужно понять, как вы можете располагать текст горизонтально или вертикально. Итак, большинство все-таки поддержало меня, а не автора, за вертикальную обрезку фотографий. Окей, давайте посмотрим следующий вариант. Эта фотография тоже бессюжетная. Здесь у нас просто красивая композиция. Есть небо, есть горы, есть лес. Вот в этом случае, поскольку нет никаких вот таких вот визуальных акцентов, эту фотографию можно обрезать и так, и иначе. Вот, например, вертикальные. Это у нас как бы такое окошечко вдруг в пейзаж. И горизонтальный вариант. Да, я тоже считаю, что небо здесь можно обрезать, его довольно много. Но полностью обрезать не стоит, потому что посмотрите, как оно красиво отображается в воде. Практически один и тот же цвет. Но, тем не менее, горизонтально можно обрезать и вертикально тоже можно обрезать. Что касается фоновых фотографий, которые у нас абстрактны, где у нас в основе идет какая-то текстура или какой-то орнамент, какой-то паттерн, то их можно обрезать так, как удобно. Да, смотря какой смысл сопровождающего текста. Совершенно верно. И давайте посмотрим, как мы можем расположить текст относительно вот таким образом обрезанных фотографий. Вариант с березой. Я не настаиваю на том, что нужно обрезать именно в такой пропорции. Вы можете оставить меньше фотографий и больше поля для текста. Или наоборот, почти полностью, почти на весь экран фотографию и, например, несколько терминов в столбик. Здесь для не очень большого количества текста, который аккуратно будет располагаться вертикально. Опять же, посмотрите, когда у нас слева находится картинка, а справа находится текст, для нас это привычное оформление журнала. Журнальная, газетная верстка всегда делается так, чтобы смысловая часть была справа, а визуальная часть была слева. Это из-за особенностей чтения, просмотра информации, из-за того, как мы держим и пролистываем страницу журнала. То есть в какой руке, как быстро просматривать. То есть вот это вот вариант журнальной верстки. Когда мы смотрим на экране, особенно на экране телефона, нам привычнее, что пустая зона, зона для пролистывания, для большого пальца, находится в правом нижнем углу. И в этом случае для экрана привычнее располагать иллюстрации справа. А вот журнальная верстка, она идет с иллюстрацией слева. И перемещая по разному фотографии, вы можете добиться совершенно разного эффекта. Вот вариант с обрезанным небом, горизонтальная фотография. Если опустить ее пониже, то сверху можно написать заголовок, снизу тоже несколько строчек текста. Это может быть, например, разделом или объяснением какого-нибудь термина, коротким рассказом о том, что изображено на фотографии. Картинка в полный экран поддерживает 2-3 строчки текста. То есть акцент идет все-таки на визуальную часть. Можно написать заголовок какой-то или выделить термин какой-то важный, выделить какое-то важное словосочетание, очень короткую цитату. Две-три строчки текста, не больше. Акцент все-таки идет на картинку в этом случае. Так, а на прозрачной фигуре не следует размещать текст. Прозрачная фигура называется подложка. Когда у нас была лекция по типографике, я показывала, что большинство фотографий требуют подложки, иначе текст просто-напросто съестся. Подложки, выворотки, то есть просто буквы на фоне, как правило, съедаются. В этом случае можно расположить без подложки, но в любом случае я бы все-таки рекомендовала действительно полупрозрачную фигуру и контрастный по сравнению с ним текст. Так, уважаемая презентация, дайте нам следующий слайд. Ага, в следующем у нас кактус. Здесь больше места для текста. Поскольку картинка расположена справа, опять же, то, про что я говорила, да, для монитора, привычнее, когда изображение находится справа, особенно хорошо это смотрится на экране смартфона. Это область для свайпа, где палец не закроет текст, не закроет никаких важных элементов, не нажмет никакую важную кнопку. И если делать так, что картинка как будто выглядывает из-под текста, да, сделать текстовое поле шире и маленький-маленький кусочек изображения, вот молодежь поневоле, кто приводит к телефону, поневоле им будет казаться, что надо перелеснуть и посмотреть, что следующим слайдом будет картинка. Это такое вот ненавязчивое побуждение к листам. Смотрите презентацию дальше. При таком расположении довольно много текста можно поместить на слайд. и при этом будет какой-то яркий визуальный акцент. Здесь обрезана довольно маленькая часть фотографии текста, немного, в несколько строчек. Посмотрите, расположение текста повторяет обрезку картинок. Если картинка обрезана горизонтально, то и текст у вас получается длинной строчкой. Никто не мешает расположить его в две колонки. Так будут строчки короче, и читать какой-то сложный важный текст будет легче. Поэтому сначала мы все-таки идем от текста, а потом подбираем картинку. Я сначала смотрю, сколько места занимает текст, в какую длину строчек лучше расположить, и оставляем место. Вот у меня пустое пространство. Что я могу сюда поставить? Давайте поставим сюда фотографию. Опять же, сначала мы смотрим на текст, нам нужно расположить заголовок, нам нужно расположить какой-то текст. Давайте попробуем другой вариант, повернем заголовок на 90 градусов. Он будет повторять по фигуре обрезку фотографий. Это уже будет менее такой строгий, более игривый вариант. И места для текста останется, опять же, очень и очень много. Тут нужно смотреть на сейв-зоны. Мы располагаем текст так, чтобы он нигде не перекрывался, чтобы он всегда был читаемый. И знаете, я показывала уже на прошлых вебинарах, что вот эта вот часть, как правило, является неактивной. Читатели обращают на нее меньше внимания. Поэтому можно спокойно располагать навигационные элементы, можно располагать спокойно какие-то красивые фотографии и красивые иллюстрации. Давайте теперь перейдем, собственно, к иллюстрациям. Это у нас последний блок. Иллюстрации дают вам, наверное, все-таки больше пространства для фантазии, но с ними нужно знать, как работать, нужно знать сервисы. То есть просто вот так вот сесть и мышкой в PowerPoint нарисовать какую-то иллюстрацию. Я думаю, вы уже знаете, вы уже пробовали, что это требует терпения, внимания, усидчивости. И все-таки мышка это делает не очень удобно. То ли дело профессиональные иллюстрации, которые готовят дизайнеры, которые готовят художники. Вот где есть пространство, чтобы разгуляться нашей фантазией. В чем отличие иллюстрации от иконок, от фотографий? Иллюстрации – это не служебные изображения, это сюжетные изображения. Они ближе именно к сюжетным фотографиям. Иллюстрации – это что-то смысловое. То есть обязательно иллюстрацию можно пересказать словами. И наоборот, какое-то предложение можно спокойно превратить в иллюстрацию. Например, сейчас мы подбираем палитру для оформления наших слайдов. Вот этот вот текст мы можем превратить в иллюстрацию, где есть человек, где есть палитра. Неважно, будет она цифровая или будет по аналогии реальная палитра художника. В любом случае мы можем любую иллюстрацию описать довольно короткой фразой. И четкую, понятную, конкретную фразу мы можем превратить в иллюстрацию. Да, как правило, это описание происходящего. Вот если вы посмотрите на фотографии, не всегда можно коротко и четко описать то, что происходит на фотографии. Мы вот для тренингов по репортажу показываем фотографии и просим описать их словами. Это довольно сложно. Если вы посмотрите на лучшие фотографии, вот премия мировой фотографии, ВПП, сокращенно она называется, то вы увидите, что большинство репортажных фотографий коротко и четко вы не опишите. Там нужно и эмоции рассказать, и где происходит действие, и что это за люди. Иллюстрации дают нам возможность быть краткими, быть лаконичными и быть немножко, можно быть, талантливыми. Первый сервис, с которым я хочу вам познакомить, это ManyPixel. Он сам по себе удобен и прост. По сравнению со многими другими сервисами, где вы работаете с иллюстрациями, он на самом деле простой, и он постоянно регулярно пополняется. Ссылку на сервис вы можете посмотреть в общедоступных ресурсах, и вот она на экране. Сайт ManyPixels – постоянно пополняемая коллекция изображений, иллюстраций, которые вы можете скачать в формате PNG с прозрачным фоном, а также некоторые из них, точнее большинство из них, но если вы не перегрузили канал скачивания, доступны в векторном формате, который тоже прекрасно поддерживается PowerPoint. Все иллюстрации состоят из фона, то есть вот небольшой какой-то фон, который отделяет от белого пространства слайда, и расположенного на этом фоне изображения. Оно может выходить из-за границы фона. Каждая иллюстрация имеет цвет. Сейчас на экране выбран такой оттенок синего, и все изображения автоматически принимают синий цвет. Я могу выбрать, например, красный оттенок, и все изображения станут красного цвета. Все картинки нарисованы в одном стиле, они все прекрасно подходят друг для друга. Неважно, взяли ли вы картинку еды или фотографию человека в кафе, по стилю они друг для друга подходят и могут быть использованы внутри одной презентации. Это вообще огромный плюс подобных сервисов, то, что у вас гарантированно изображения будут подходить друг к другу, и вам не нужно ломать голову, где найти картинки, подходящие по одному стилю. Также в этом сервисе есть строчка поиска. На английском языке забиваете, например, слово «сити», и он находит вам все картинки с городами. Не всегда мне понятно, по какой логике присвоены описания изображений. То есть иногда, особенно это касается картинок с людьми, иногда мне тяжело понять, почему, например, по этому слову он находит именно эти картинки, но не находит вот эти вот картинки. Если запастись терпением и несколькими часами времени, вы можете, в принципе, вручную пролистать и найти, прямо вот скачать набор изображений, который вам нужен для оформления презентации. Такой ваш личный карманный набор, с помощью которого вы можете оформлять сразу целый какой-то курс. Вот пример слайда, оформленного с помощью этого сервиса. Выбран цвет, то есть, как видите, здесь такой мятный оттенок, и здесь та иллюстрация. Я скачиваю в формате PNG. В принципе, размера мне вполне хватает для того, чтобы сделать иллюстрацию целиком и полностью на слайд. Здесь акцент идет именно на картинку, текст вторичный, поэтому мы даем ему меньше пространства. Точно так же соблюдаем простые правила. То, что мы говорили про сюжетную фотографию, это направление взгляда, это обрез, и это не кадрировать изображение, оставлять вот так, как с ним сработал художник. Иллюстрации MannyPixels дают нам возможность не задумываться о обрезе, о границе между картинкой и слайдом. То есть, здесь все равно есть вот этот вот фон, он неровный, остальная часть изображения будет на белом фоне. И, в принципе, мы можем не думать, как сделать красивую границу между иллюстрацией и между слайдом. Точно так же изображения, если мы не обрезаем, они уже сразу аккуратно кадрированы, и лучше их брать в том виде, в котором их разработал дизайнер. Единственная, значит, наша задача – это посмотреть по направлению взгляда. У нас раз направление взгляда и два направления взгляда. То есть, в принципе, можно аккуратно подстроить текст, чтобы именно в сторону текста автоматически соскальзывал взгляд пользователя. Здесь, наоборот, акцент сделан на текст, больше места отведено под предложение, под абзацы. И осталось на слайде пустое место, которое мы можем как раз спокойно подобрать подходящую иллюстрацию. Здесь я выбрала в розовых тонах, поменяла цвет. И эту иллюстрацию уместила уже туда, где слишком много пустого места осталось. То есть, что-то подобрала, может быть, по аналогии, что-то подобрала, может быть, по каким-то похожим предметам. В принципе, ваша фантазия в этом вопросе не ограничена. Так. Сейчас я покажу еще один вариант использования. Это навигация. То есть, вот переключаясь между этими тремя слайдами, у нас подсвечивается тот раздел, в котором мы находимся. Как видите, иллюстрации хуже подходят для навигации, чем иконки. Но в случае, если у вас несколько небольших разделов, и у вас есть достаточно пространство для поля навигации, то можно им воспользоваться. Не самый лучший вариант, но, в принципе, имеет право на существование. Все-таки иллюстрациям нужно больше пространства, чем иконкам. Они хуже смотрятся в небольшом размере и с большого расстояния. Второй сервис, который тоже обязательно я должна вам показать, он абсолютно прекрасен. Это сервис Vector Creator от сайта Icons8. Вообще, эта фирма, эти веб-сервисы специализируются на конструкторах. У них есть конструктор стоковых фотографий. Когда вы собираете нужную вам фотографию из вырезанных, например, с белого фона объектов, комнат, людей с разными действиями, можно подстраивать предметы друг под друга. Есть небольшое добавление искусственного интеллекта, который позволяет фотографиям собранных в конструкторе выглядеть немного естественнее. Но стоковым и стоковым, а я покажу именно векторный конструктор, где вы можете конструировать уже иллюстрации для своих презентаций. Этот сервис позволяет скачивать в ПНГ ваше изображение, причем он спрашивает сразу, хотите ли вы большую иллюстрацию или маленькую иллюстрацию. И в платной версии он дает скачивать векторный формат. Мне, как правило, достаточно ПНГ. Как и любой конструктор от этой группы, он делится на полотно, где вы набираете изображение, и на несколько вкладок, разделенных по категориям. То есть это люди, объекты, фоны, животные и так далее. Здесь сверху находится такая не очень заметная вкладка. Это вкладка стиля. Вы нажимаете, и у вас выпадает меню, где вы можете подобрать стиль иллюстрации. Более реалистичный, более экологичный, более простой под цветом. Там есть стили, посвященные, не знаю, королевам, стили, посвященные женщинам. То есть в выпадающем меню вы сначала подбираете стиль, и в зависимости от стиля у вас меняется набор объектов в левой части экрана. В отличие от прошлого, от Манипикселя, у вас есть возможность поменять не один цвет, а очень много цветов. В каждой иллюстрации есть палитра, и вы можете выбирать свой собственный цвет. Понятно, что никто не даст менять, например, вот здесь цвет кожи нашего ученого, но вы можете поменять цвет рубашки, цвет его брюк, или вообще задать вот такого вот ученого, стоящего рядом с ягодным реактором, вот в рентгеновских лучах, лучах гамма-излучения, насколько у вас хватит фантазии. Не только один объект, а предметы, где-то можно взять фон, где-то отдельные элементы, и вы можете собрать полноценную иллюстрацию с теми предметами, которые вам нужны. Если, например, у вас ученый нужен несовременный, вы выбираете ученого древности, то, наверное, из этой картинки нужно убрать ноутбук, нужно убрать современный микроскоп и поставить не современные пробилки, а к обе алхимика. То есть пересобрать иллюстрацию так, как вам нужно. Скачать в формате PNG и поставить вот на слайд. Тут тот же вариант с акцентом идет на иллюстрацию. А вот вариант с акцентом на текст, опять же, свободное место, занято изображением. Посмотрите, это уже картинка, эта иллюстрация собрана уже в другом стиле. То есть если здесь у нас стиль такой более реалистичный, больше цветов, тени, подблизки от объектов, то это другой стиль. Из выпадающего в меню я выбрала стиль, посвященный космосу. И здесь, соответственно, есть фоны с планетами, фоны со звездами. А среди фигурок есть ракеты, есть космонавты, есть телескопы и так далее. В зависимости от того, о чем моя презентация, я могу подобрать для нее необходимое оформление. Итак, давайте подведем итоги. Иконки лучше всего используют для навигации. Это служебные картинки, которые видны с большого расстояния, их можно ставить маленькими. Они хорошо для навигации, для обозначения с места текста. Посмотрите, если вам нужно в качестве вдохновения, посмотрите на лендинги, на продающие страницы каких-нибудь онлайн-курсов, как там использованы иконки. Перед абзацем идет иконка, которая кратко показывает, о чем, собственно, будет речь. Фотографии – это украшения. Подбирать на стоках фотографии по смыслу – это тяжело. Тяжело найти подходящее, тяжело найти что-то соответствующее друг другу, да еще чтобы на стоках фотографии человек улыбался естественно. А иллюстрации как раз лучше всего подходят для того, чтобы передать смысл, подчеркнуть то, о чем говорится речь в презентации. В этих сервисах скачивать наборами нельзя. То есть вот в Манипиксель мы качаем одну картинку. Когда вы выбираете иллюстрацию, щелкать на нее, у вас будет всплывающее окно, и в нем будет кнопка «Скачать». Вот в этом сервисе, в конструкторе, вы создаете иллюстрацию и ее скачиваете. То есть из левого меню вы скачать картинку не можете. Вы должны создать композицию или переместить хотя бы один объект на белый фон, и у вас скачается вот таким вот прямоугольным полотном с прозрачным фоном. Никто не мешает вам положить на это полотно несколько отдельных картинок, скачать, а потом кадрировать, оставив по одному изображению в каждом кадре. То есть никто не мешает, и полотно вы можете сделать больше по размеру, и картинки вы можете уменьшить. В принципе, там скачивается достаточно большим разрешением, чтобы вы могли разрезать одну картинку на несколько отдельных иллюстраций. Это, конечно, не правило. Это не то, чему нужно следовать жестко. Это просто советы и иллюстрации. Если у вас появляется необходимость, есть идея по тому, как более креативно подойти к фотографиям, как приводить фотографии к иконке, как соединить фотографии и иллюстрации, это отлично. Поделитесь, пожалуйста, этими идеями с нами. Я видела очень интересные примеры, когда брались нейтральные такие фотографии, ну, например, окружение, пустая комната или просто какое-то пустое пространство, лес, поле, и очень органично в эти фотографии вписываются какие-то простые иллюстрации. Вы знаете, как с Элиус Мультфильм, да, у нас художник рисует окружение, то есть вот полноценный художественный фон, а на него уже маленькие пластилиновые фигурки персонажей. То есть соединить фотографии и иллюстрации тоже можно, но это потребует уже больше времени, и все-таки нужен какой-то дизайнер, какой-то художник, который посмотрит и скажет, насколько гармонично это будет смотреться вместе. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их либо в общий чат, либо лично напишите мне, и у вас всегда есть возможность обратиться ко мне напрямую через электронный адрес. Презентации, если у кого-то не получается скачать отсюда, из доступных ресурсов, ее выложат в Facebook, и вот ссылку на Яндекс.Диск, и вы не останетесь без материалов. Спасибо вам большое. Как всегда, мне очень приятно вы... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok